Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. С мужем вместе 16 лет, у нас очень хорошее отношение, построенное на взаимной любви, поддержке и страсти. Трое детей, старше 4 года, младше 10 месяцев. Случайно нашла в его телефоне переписку с двумя девочками на сайте знакомств. Телефона никогда не вряд ли скрывать ему нечего, я знаю его все пароли от всего. Общение с этими девочками длилось полгода назад, полгода, назад 2 недели и прекратилось, потому что он обоим, обеим перестал отвечать. Как раз в этот период я была в депрессии, после старых родов наши отношения сошли лично взаимные претензии и все. Ну и сам открыл мне эти переписки, когда я его на сайте обнаружила. Говорит, что это была его ошибка, он там все осознал, прекратил, ему самому мерзко он это сделал. И он даже рад, что я это узнал и его тряхнулось, что больше никогда не повторять таких ошибок. Говорит, что в депрессии был, но ошибся, не там решил отвлечь, что вовремя все понял, осознал, вернулся душой к жене и детям. Я сама, естественно, свою ошибку осознаю, я 4 года уже в декрете, на него смотрю лично, как на отца своих детей, засекнулась на детях, в домашнем очаге, забыла, что я еще женщина и жена. Отношения после того, как мы всегда следили, стали потрясающими, такое ощущение, что снова начали встречаться. Любовью захлестнуло обоих, общие планы, мечты на меня вновь и вновь бросают воспоминания каждой фразы мужа, который он писал там девушкам, что скучает, что она самая хорошая, что сейчас в его жизни происходит, что хочешь долгих романтических и легких отношений, то для нее всегда найдется во время, если она согласится встретиться. А я в то время, пока он все это послал, рыдал дома, бессилия с трехлетним ребенком и четырехмесячным двойняшком. Начинаю вновь в нем говорить ему о своей боли и обиде. Он несколько дней реально снова и снова находил для меня слова успокоения, но уже начинает ему это надоедать. Чувствую, что его это уже напрягает сильно. Просто не остановиться, что забыть и жить нашей совместной счастливой жизнью. Я не права, мне кажется, но что мне делать с моими чувствами? Меня с груди все жжет, когда вспоминаю переписки. Как забыть и двигаться дальше не разручить наши отношения? Вопросы дает Ольга. Соответственно, буду обращаться к вам именно так. Ольга. Статция здесь следующая. Ну, вы сами говорите о том, что, в общем-то, у вас депрессия. И, как бы, ну, первое, ну, первое, на что хочется обратить ваше внимание, на то, что, ну, депрессия не появляется просто так. Что, если у вас появилась депрессия после родов и так далее, то, ну, совсем очевидно, что есть какие-то у вас трудности. В целом, то, что вы описываете, связано, ну, в первую очередь, с вашей неуверенностью в себе и заниженной самооценкой. Когда женщина начинает смотреть на своего мужчину только как на мужа, например, и на отца своих детей, вот это всегда говорит о ее самооценке. Не просто так вы забыли, какая вы, ну, как вы сами сказали, какая вы женщина, не так просто вы об этом забыли. Это раз. Два. Не так просто после того, как мужа встряхнуло, у вас заново появились чувства. То есть как бы это говорит о том, что вот нужен вам в какой-то степени, да, эм, ну, толчок. А вот самостоятельно, самостоятельно, как-то, что-то делать в вас не получается, мягко говоря, не очень. Вот о том, эм, в принципе, и нужно вести речь, как мне кажется, в первую очередь, чтобы вы, эм, в первую очередь, в себе разобрались. Вы сами, эм, куда идете, вы-то сами, чего хотите, вот, а то у вас, понимаете, как-то вот все общее, да, у вас как-то вот личной границы, мы же нет, вы говорите, что все про него знаю, скрывать ему нечего и так далее. Ну, у человека, ну, у человека, должно быть лично, пространство. Понимаете, эм, чаще всего, я не говорю, что, прям вот, ну, постоянно, но чаще всего, люди, эм, как бы, начинают отношения на стороне, чтобы почувствовать себя несколько изолированно, то есть, когда они не чувствуют себя, вот, знаете, как, эм, ну, свободно, вот. И, мне кажется, что, первое, что здесь, на что здесь нужно обратить внимание, это на личное пространство, которое вы, например, даете своему мужу, и которое он дает вам. Если вам личное пространство не нужно, это не означает, что оно не нужно вашему мужу, вот. То есть, он говорит, что я осознал, встряхнулся и так далее, это, конечно, все очень хорошо, что он осознал, встряхнулся. Только есть, а, еще и другой момент, что чего-то ему, чего-то ему, очевидно, не хватало, раз он начал так делать, но то, чего ему не хватало, об этом он не говорит. И вот это, на мой взгляд, является достаточно, я бы сказал, тревожный момент. Потому что, если, ну, если, например, вы, допустим, 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 если вы не хотите повторения, в этой ситуации, то, на мой взгляд, вам необходимо, а, так скажем, разобраться, чего же вашему супругу, да, что, чего вашему супругу не хватало, вот, чтобы он вам об этом сказал, чего ему не хватало, понимаете, да? Он вам пока об этом ничего не говорит, только себя корит, только себя обвиняет, и, в общем-то, все на этом. Вот, ну, честно говоря, позиция эта весьма-весьма такая-такая себе. Честно говоря, позиция эта весьма-весьма деструктивная. Давайте, как бы, ну, будем называть вещи в данном случае, в случае, своим именам, то есть, как есть. А есть вот так. Понимаете, да? Вот, поэтому первое, и это тоже момент, момент, момент того, как мне кажется, момент того, почему вам снова и снова больно, вот, то есть, как бы, вам больно потому, что вы, как мне кажется, эм, до конца, не понимаете, что произошло, вам мужчина вроде бы говорит, что он ошибся и так далее, но все равно, до конца, что-то происходит, вы не понимаете, да, это нормально, как мне кажется, вот. То есть, ну, ну, в данном случае, вот, абсолютно нормальная история. То есть, необходимо лучше понять своего мужа, и необходимо вам лучше понять себя. На что у вас обид? Вот, здесь, в принципе, как мне думается, несложно увидеть, что вам было плохо, да, вы страдали, вы переживали, а в это время, как бы, муж, получается, развлекался, вот, и, с одной стороны, здесь ощущение, что пока, пока вам было тяжело и плохо, ваш близкий человек в это время отдыхал, и возникает вопрос, как вы оказались в этом, в этом состоянии, что для вас дети, не слишком ли вы жертвуете собой, ради детей, а с другой стороны, это страх, страх, что вас бросят, страх, эм, ну, некоторый такой, страх одиночества, или, страх, страх быть брошен, и так далее. Люди-ка люди, которые, эээ, боятся быть брошенными, эээ, довольно часто прибегают к, эээ, слиянию. Это такой механизм, когда один человек пытается полностью слиться, идентифицироваться с другим человеком. А предполагая, что если он это сделает, то другой человек никогда не уйдёт от него. Ну, что это заблуждение, я надеюсь, вы уже догадались, что это не правда, я надеюсь, вы уже для себя поняли, вот, что это, как бы, ошибка, так считать. Но, вы здесь находитесь не с мужем, вы здесь находитесь в конфликте со своей проблемой. Не просто так, повторюсь, да, не просто так, совершенно не просто так. Вам, как бы, стало важнее быть женщиной, стало важнее быть матерью, и не просто так вы начали предъявлять претензии. Потому что, эээ, родились дети, вы стали с собой жертвовать, вы начали от себя требовать много, игнорируя себя и свои потребности. Не справляясь с этим, вы стали требовать чего-то от мужа, при этом плохо слыша его желания. Да? Как, как бы. Ну, то есть, вы не пишите, что, например, с вашими детьми было что-то плохое? То есть, ну, нет такого вроде бы, что с вашими детьми, что ваши дети болеют, например. Вы не пишите, что у них есть какое-то, какие-то заболевания, например. У вас полностью здоровый детьми. Но, тем не менее, ну, пока, да, вот пока, пока, вот пока, просто, пока что вот, то, что вы описываете, да, вот, можно, эээ, ну, интерпретировать как то, что вас вот, эээ, ну, полностью здоровый детьми. Может быть, это и не совсем, эээ, так, вот, ну, по крайней мере, вот, эээ, ну, как бы, вот, то, что вы описываете, можно интерпретировать таким образом, вот. Ну, почему-то вам очень тяжело, почему-то у вас депрессия возникает. Почему она возникает? Как она появилась? Откуда появились претенды, эээ, претенды и так далее. Я думаю, что связано это, может быть, с тем, что вы не очень понимаете, куда идете сами пешить. Я думаю, что очень, эээ, сильно вы полагаетесь, вот, на своего мужа. И мало полагаетесь на себя, когда человек действует. Таким образом, вот, ну, достаточно редко получается что-то хорошее. Поэтому, ваша задача будет, как мне кажется, в первую очередь, разобраться именно с этим. Достаточно очевидно, на мой взгляд, выглядит то, что вы идеализируете свои отношения с своим мужем. Да, как бы. То есть, что значит, в данном случае вы их идеализируете? Вы говорите, построены на любви, на страсти, на поддержке и так далее. Но при этом вы же сами пишете, что, как бы, ну, вроде бы и на любви, и на поддержке. А, в то же время, как-то, вот, претензии у вас, понимаете? Понимаете? То есть, в то же, а, ну, вот, в то же время, как-то, вот, у вас много достаточно претензий к себе. И это, конечно же, вызывает вопросы. Вот. А, не слишком ли вы, в данном случае, идеализируете ваши отношения? Дальше, значит, эм, так, трое детей. Какое значение имеет их возраст? Для вас. Следующий момент. Вы пишете, что я случайно нашла его приписку, а потом вы пишете, что мысль сам открыл мне эти приписки, когда я его на сайте обнаружила. Непонятно. То ли, как это происходит в данном случае. Хотелось бы уточнить, что вы имеете в виду, когда пишете, что наши отношения сошлись лично взаимные претензии. На взаимные претензии и всё. Вы пишете здесь знак восклицания, что вы имеете в виду. Дальше, эм, так, 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 так. Он даже рад, что я его узнал и его тряхнуло. Это переключилось внимание. В данном случае, произошло переключение внимания. Это не то же самое, совершенно не то же самое, что человек понял, что именно не так. Прошу вас услышать, в данном случае, меня. не так. То, что люди переключились, то, что люди, эм, как бы вот вспомнили, да, о том, как у них всё было, это здорово. Но это не решает проблему. Так? Не решает её. Дальше, эм, я сама естественно свою ошибку осознаю. Я четыре года в декрете на него смотрю лишь как на отца своих детей. Вы пишите, что я смотрю на него, как на отца своих детей. То есть, вы не изменились. Вы также на него смотрите, как и раньше. В то же время, вы пишите, что забыла, что я ещё женщина и жена. Вы вспомнили? Как вы вспомнили? Потому что вы пишите, что отношения стали потрясающими. Такое ощущение, что снова начали встречаться любовью, захлестнула обоих общие планы мечты. Но в этом нет вас. Есть только что-то общее опять. Но нет вас. И нет отдельно вашего мужа. Вот именно, что планы мечты общие. Они, конечно, должны быть. Хорошо, что они есть. Но совершенно очевидно, что этого недостаточно. Нужно ещё, чтобы у каждого человека были свои цели, свой путь. Именно из этих своих целей, из своего пути, получается что-то общее с другим человеком. Если есть что-то общее с другим человеком, но не от своего, получается зависимость, расщепление и так далее. Меня вновь 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 бросает воспоминания каждой фразы мужа. Меня вновь 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 бросает в воспоминания каждой фразы мужа. Смотрите. Вы пишите. Вы пишите. Бросает в воспоминания. Ну, мягко говоря, это немножечко не так, как обстоят дела на самом деле. Почему? Потому что вы выбираете на это приключиться. Вам это для чего-то нужно. Вас это волнует. Вы чего-то боитесь. Вам больно. Вот. Нужно здесь разбирать этот момент. Так. Вот он, значит, писал про романтические долгие отношения. Я в это время, пока он все это писал, рыдала дома от бессилия с трехлетним ребенком и четырехмесячными двойняшками. Пишите. Вы почему рыдали от бессилия? Зачем рыдали с детьми? Ну, то есть, детям не очень приятно и полезно, что вы рыдаете с ними. От какого бессилия вы рыдали? То есть, что это за бессилие? Если у вас депрессия, как вы говорите, это заболевание, которое должно быть диагностировано и вам назначено соответствующее лечение. Если никакого диагноза нет, то и болезни, простите, тоже нет. А коли болезни нет, возникает вопрос, от чего вы рыдали? Ну вот, с точки зрения психологии, а не психиатрии, я бы сказал, что бессилие здесь это боль от того, что я не такая, какой я должна быть, чтобы быть идеальной и меня любить. На мой взгляд. Но могут быть и другие вариации, это то, что первое мне в данном случае пришло в голову. Я могу ошибаться. Может быть это история о том, что вы чувствуете, что не принадлежите себе, ну потому что трое маленьких детей это достаточно тяжело. Чувствуете, что у вас нет свободных, что у вас нет личного пространства, так же как вы не оставили его мужа. И соответственно вы не чувствуете себя собой. Такое тоже может быть. Есть и другие варианты, поверьте мне, я не буду их всех сейчас подчисляться. Но то, что вы рыдали от бессилия, вот, ну, в принципе, да, когда человек, вот, так скажем, рыдает от бессилия, вот, ну, в принципе, когда вот это вот, так скажем, происходит. Когда человек, вот, рыдает от бессилия. У этого, ну, почти всегда есть свои, ну, свои причины есть, свои причины есть. Основания. Так скажем. Вот. Понимаете? И, на мой взгляд, по моему мнению, вам нужно себе разобраться, разобраться в том, например, например, с чего вы хотите разобраться в том, например, что вам нужно, да? чтобы как-то, ну, вот, лучше осознавать, то, что, вот, с вами, вообще говоря, происходит. А, по качеству, здесь, вот, я бы сказал, достаточно, такая, вот, несколько, нерафинированная история. Понимаете, да? вот эта, вот, нерафинированность, она вам довольно сильно мешала бы. Я не думаю, что это критично, я думаю, что, как и сказал мой коллега Кудрячев, Игорь Леонидович, это, а, можно решить, это, можно разобрать. этому, как, как, как бы, можно помочь. Но, для этого, а, нужно, правильно работать. Вот. И, конечно, вы будете меняться. И, конечно, вам будет страшно, меняться. И, конечно, этим, могут, а, быть, недовольны ваши близки, в том числе, ваш муж. А, некоторую такую, вот, ммм, эмм, глобаль, глобальную, а, проблему, скажем так, я вижу, в том, что, вы, себя, в глубине души, обесцениваете. И, обесцениваете себя, достаточно, сильно. Не, уделяя внимание, при этом, всем интересам, не, уделяя внимание, при этом, эмм, потому, что вам, важно, ценно, потому, что, вам, вам, ценно, потому, что, вам, хочется, вот, понимаете, ставить себя, как бы, приносять себя, в жертву, вот, семье. и, когда, выясняется, что, ну, грубо говоря, кто-то этого не делает, да, например, ваш муж, этого, не сделал, он, там, позволил себе, общаться, с, другой девушкой, или, с другими девушками, так, и, так далее, вас это, начало, вас это травмировало, потому, что, как так, я, себя в жертву приношил, да, я все для семьи, как бы, делаю, вот, я, воспитываю, и, ухаживаю, ухаживаю, за, детьми, как бы, моего мужа, а он, в это время, там, с другими, девушками, как бы, общается, вот, ну, правда, в том же, что, в таком, режиме, с учетом, вашей, идеализации, отношений, с учетом, того, что, у вас, довольно, сильно, отсутствует, отсутствует, а, личная граница, между, вами, и супругом, вот, а, такого, рода, отношения, а, ну, сложно назвать, здоровыми, да, вот, внешне, может быть, все хорошо, но, вот, до, а, как бы, определенного момента, это, такое, увлечение, да, определенных, страсть, тогда, вот, ну, опять же, да, то, что, страсть, долго не длится, в этом плане, и, то, что, а, вот, когда она пройдет, да, то есть, как бы, ну, нужно будет, опять, как-то, вот, привлекать внимание, это, в какой-то степени, ведь игра, какая-то, а, муж, чувствуя, что, ваши отношения скатываются в, претензии, например, да, он, а, значит, провоцирует, значит, вот, он делает что-то, потом, он, а, как бы, начинает, эм, раскаиваться в этом, в том, что он, сделал, вот, и, и, что? И, в общем, все довольны, довольны, довольны вы, доволен он, отношениям, прекрасно, тормозны, все, и, 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 Кроме пожелания только ваших детей, вот детям тяжело. Ну в данном случае. Ну и понятно, что как бы тяжело вам сейчас. Ну это вот в данном случае связано именно с проблемой с Nothing. Вот какая-то такая история, какой-то вот такой момент, который вам хотелось бы сказать сейчас, на который бы хотелось бы обратить ваше внимание. Ну на данный момент, на данное время. И соответственно выразить некоторую надежду на то, что вы будете что-то делать дальше. Вот. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится и необходима. Спасибо. Спасибо.